Доброе утро, мои дорогие зрители! Ой, очки какие-то, не айс! Всех приветствую! Сегодня пятница. Не буду говорить другое слово, многим не нравится. Как бы крайний день рабочей недели. У нас погода улучшается, у нас солнышко встает. Я вон, смотри, солнышко встает. И тучек практически нет на небе. Так, чуть-чуть. Такие перистые, немножечко облачка. Короче говоря, у нас идет бабье лето. Обещают к среде плюс 20. Ну, слава богу, сегодня как бы прекращается. Не будет вроде бы дождя. Ну, не знаю, как у вас у нас с сегодняшнего дня выборы. Я на выборы не пойду, но буду голосовать онлайн. Я давно так делаю уже, как разрешили. Это вот что из последних новостей вокруг меня. Вокруг мира, все прекрасно знают, вчера умерла королева Елизавета. Было ей 96 лет. Слава богу, пожила. Муж она похоронила, по-моему, в 20-м году или в 21-м. Точно не буду утверждать. На престол зашел ее сын, Чарльз. Тому тоже он не молодой, по-моему, 73. Тоже не мальчик. Но и имя он себе взял какой-то третий. Ричард, что ли, третий. Не помню. Не буду врать. Ну, кто его смотрел, новости все знают. Ну, вот такие новости. Новости печальные. Все-таки это легенда. Это непростая королева. Королева, которая во время Великой Отечественной войны работала санитаркой в госпиталях. Поэтому к ней есть уважение, несмотря на всю политическую обстановку. Мне вообще жалко, когда люди умирают. Неважно, в каком возрасте и где они живут. Мои ли соседи, или за границей. Просто жалко. Я не знаю, почему. Этот вопрос не ко мне, почему люди умирают. Ладно, не будем о грустном. Будем о веселом-веселом. Только ну как о веселом. Вы все прекрасно знаете, что с ютубом что-то какая-то непоняточка. Я говорю сразу. Как обзорщик. Я отсюда никуда не уйду. Пока мне не дадут пендаля. Это я вам обещаю. Как были каждый день видео, так они и будут. Про лёльку. Про погоду. Но хочу вам объявить, что я вчера открыла свой канал на Бусти. Да, он платный. Ну, как бы мне, чтобы окупить свои затраты, своё время. Но там, на том канале в Бусти, я прикреплю потом по ссылочке, ссылочку в комментариях. Кто желает. Насильно никого не зову. Кто желает. Я не выставляю карты. Но вы знаете, девочки, вы бы стали работать за пять тысяч. Да, это не такая работа тяжёлая, как основная. Но всё равно. Мне надо встать на час раньше. Вечером надо прописать, что я буду говорить. Всё это переварить. Как-то преподнести. Я не гонюсь за большими деньгами. Мне пока хватает. Но. Дело принципа. Да. Это дело принципа. Поэтому всех приглашаю на Бусти. Я поставила самую минимальную, которую Бусти даёт, сумму для входа. Там будем говорить о здоровье ваших детей, о вашем здоровье, так как я медик. Будем разговаривать немножечко о кулинарии, о правильном питании, о физических нагрузках. Ну, все эти темы будут, как бы, знаете, как утренняя почта, по вашим вопросам. Вот что вас интересует, я подбираю вам тему, снимаю вам ролик, объясняю. Будет обратная связь, будут комментарии открыты. Поэтому приглашаю всех желающих. Ну, а теперь, сейчас я говорю, я понимаю, сейчас у меня тапки полетят. У нас есть такие. Да. А почему бы нет? Потому что я не знаю, если закроют YouTube, ну, закроют и закроют. Я, честно говоря, не переживаю. Мне очень жалко подписчиков своих терять. Я этих девочек и мальчиков очень люблю, очень уважаю. Просто как людей. Вот я знаю очень мало. Я из своих подписчиков знаю, ну, человека 4, наверное. Вот лично. Все остальных я не знаю. Со многими я разговаривала по телефону, мне звонили и в Одноклассниках, и ВКонтакте, и в Телеграме, в WhatsApp. Ну, в общем, кто где найдет. Меня не звонят. Что я хочу сказать. Я вижу, кто у меня в людях, то есть в моих подписчиках. Я всех уважаю. У меня замечательные люди. Каждый со своей сложной судьбой. Поэтому не ругайтесь. Помидорами тамковыми меня не кидайтесь. Я ваша. Отсюда я сказала, я никуда не уйду. Сбегать я не собираюсь. Пока, говорю, YouTube сам не даст мне пиндаля. Да. И хочу, конечно, сохранить свои кулинарные рецепты отсюда. Я скину туда все видео. Приходите. Буду рада. Там тоже будем общаться. Там тоже есть типа прямого эфира. Посмотрим. Поучимся. Путь. Сюда нам учиться тоже надо. Так. Сегодня у меня какое-то не такое видео получилось. Ну, бог с ним. Хочу сказать. Сегодня какое число? 9-е, 0-е, 9-е. Вопрос такой. Будет ли у Лёльки флешмоб? И почему она вчера не выходила после того, как все её обидели? У неё теперь времени много в больнице. Я думаю, она не только статьи клепала там, которые мы читали. Это человек, который после операционного стола лежит и строчит статьи. Думаю, там ничего страшного нету. Это она специально ушла, чтобы подразнить и своих подписчиков, в том числе, что ей там плохо после операции. Но как методом исключения все прошлися по её старым видео. Ну, не так далёких, там не больше, чем полгода видео. Все поняли, что у неё киста или у неё миома, или у неё эндометрия. Могу сказать только одно. Если она ковырялась рукой в своей там... Значит, у неё эндометрия. Она не вылечилась с таблетками. Также и киста лечится противозачаточными таблетками. Но при кисте делается всё-таки это внутри брюшной операция, да, лапароскопии. Но нам Барни показала, что она рукой проверяла своё выделение. Как бы. Значит, её чистили. Насчёт замеж и беременности я даже говорить не хочу. Совсем. От слова совсем. Но... Но... Теперь мы точно знаем. Практически точно знаем. что она всё-таки была в больнице. Она нас сняла. Она себя сняла. Теперь ждём выход в народ. Да. Чтобы посмотреть флешмоб. Конечно. Но... Её подписчики, они же уверены, что и на Лёшину квартиру деньги надо давать. И помощница приехала, которая уже вторая. Да, мы знаем, что у неё две помощницы. Значит, собирать она будет на одну. А на вторую не знаю, как уже будет платить. Это вот... Может, сейчас вторая уедет. Это Катерина. Приехала какая-то женщина с ребёнком. Не знаю, возраст ребёнка, ничего не знаю. Ну, конечно, честно говоря, в зиму ребёнку жить в сарае. Не знаю, что это за... Ненормальная приехала. Ну, там мама. Там Света. Но будем надеяться, что она выйдет. Всё-таки машину же надо, кредит закрывать. Сегодня снимут. То есть, наверное, вчера сняли ежемесячный платёж 24 тысячи. Но она же хочет на следующий месяц, к первому числу, сделать досрочное погашение, частично досрочное погашение. Поэтому флешмобу быть. Вчера она наверняка была дома вечером уже, потому что Лёшка ехал в своих лепёшках, ну, так сильно маршрутки. Я не знаю, откуда он вечером ехал. Довольно счастливый. Потому что, если бы что-то там было не так, я думаю, Лёша бы или сказал, или не входил бы в лепёшки. Но Лёшка вышел в лепёшки довольно счастливый. Ехал домой. Показывал записочки любовные. Девочки. Их же всего два мальчика, только, по-моему, в группе он сказал. Остальные все девочки. Лёша попал в свою среду. Извините. Ну, как бы вот такие новости, что у нас сегодня одна цель. Дождаться флешмоб. Есть он, будет. Но если не будет... Ох, Быкова держит паузу. Ох, держит паузу. Ну, мы-то знаем, что не всё спокойно в Туровском королевстве. Что начнутся проверки. И что начнут её трясти. Она опять будет плакать. И человек по правам ребёнка и по правам защиты её ей ничем не поможет. Они будут ей улыбаться в глаза. Ничем не помогут. Что пришёл новый директор, новая администрация в школе. Что теперь с неё не срезут, как с матери. И она никуда не денется. Дети будут учиться, если она, конечно, их не посадит на домашнее обучение. А в чём бы нет? У тебя ездит учитель. Пускай с ними занимается, подготавливает их к экзаменам. Раз в полгода. А в чём бы нет? Если есть деньги. Ну всё, мои хорошие. Вы не обижайтесь. Может быть, я сегодня немножечко не так вела свой канал. Не столько новостей о Быковой. Но, честно говоря, о ней говорить уже тошно. Просмотры я и делать не собираюсь. Не выходит. И не надо. Мы подождём, когда всё выйдет на других каналах. Там посмотрим, поговорим. Ну, как-то так. На этом я прощаюсь. Пошла собираться на работу. У меня завтра один дугу выходной. Не потом убить работать. Всё, мои дорогие. Берегите здоровье. Уже начинается гриппозный сезон. У нас уже пошли с гриппом взрослые заболевшие. Дети болеют. Сотрудники болеют. Берегите себя. Держите ноги в тепле. Пока.